прошло у нас где-то часов 30 чем-то вот получилось у нас тесто но дрожжи это использовались от ленты которые не одобрены для пиццы ну по сравнению с этими дрожжами которые одобрены но выбор дрожжей для пиццы очень простой они только единственные которые одобрены для пиццы у остальных производителей это больше эксперименты ну вот и что мы сейчас сделаем как бы но можно еще с этой стороны постановить довольно слабенькая ферментация брожение это сейчас начнется потому что холодильнике она не сильно большое то брожение для этого что я буду использовать такую крупку нам раскатать прямо в чаши почему используется крупка некоторые думают для того чтобы она скользила и как бы легко в печку клалась нет на самом деле крупка еще используется потому что это по сути дела уголь он даже не черного цвета белого это крахмал он прилипает к тесту для пиццы и соответственно он дает дополнительный жар когда вы помещаете вот этот крахмал еще такой крупный он дает вот этот жар плюс еще если вы сбрызните на вот эту крупку масло что в принципе для топинга пиццы обязательно то у вас по сути дела будет как и пожар на вашей пицце сделаем обратно и и как моцареллу и кладем сюда также сверху мы еще ну и когда будем раскатывать тоже идея и еще сверху мы побрызнем маслом чтобы у нас не было окисления корочки потому что если посмотрите сейчас у теста ноль корочки принципе мы этого и должны добиваться ни в коем случае нельзя окислить тесто потому что тогда вы как бы ну вся работа по приготовлению теста для пиццы пойдет на смарку и как бы идея нужно добиваться всегда как бы отсутствие этой корочки ну вот отправляем мы теперь нашу заготовку при комнатной температуре ну будем расставить это часа 4 потому что эти дрожжи не самые лучшие ну как будто где-то я два-три часа расстаиваю при комнатной а эти где-то мы оставим на 4 часа мы все ждем посмотрим результат вот у нас простояло где-то внутри с половиной часа вот это тесто сделанное с дрожжами из ленты слабовато конечно для этих дрожжей потому что если это бы были бы виноградные дрожжи капуты то она почти уже дошла до бортиков но тем не менее будем работать с тем что есть в принципе ферментация видна сейчас попробуем показать вот видны вздутия и пытаемся мы ее сделать нормальным так добавляем еще крупки чтобы у нас не липло но еще и помните крупка это белый уголь для пиццы а еще сбрызнутый маслом оливковым и получится у вас прямо пожар вашей духовке хоть даже духовка у вас и слабенькая но здесь больше 300 где-то 300 может там 320 максимум но стандартная духовка все-таки еще меньше там 250 к обычно хоть и пишет там 270 навряд ли она потому что там открываются ну как бы дверцы не такие герметичные так вот разошлась очень быстро принципе никаких таких вопросов нет к этому тесту мы выгнали наш весь воздух здесь он она не так много было у борта она получится нормально никаких таких проблем нет но борт будет не такой воздушный и мягкий каким он должен быть следующее ну вот такой как помните это сейчас вот мне очень понравился вот этот соус для пиццы виде пассаты осталось ее чуть-чуть как раз на последний у нас пицца уйдет по вкусу как томатный сок добрый если кто его пил может понять какой вкус принципе добрый сок тоже ничего но он конечно не подойдет для пиццы он сильно жидковатый просто идея пассаты все как бы упарить воду сегодня ложка если кто более такой не грибом размазываю и не какой-нибудь селью и васи кусочком у нас готова теперь я положу грибы показать какие сегодня начинки у нас немножко больше грибного грибов грибов грибы не помешают единственным еще не еще добавим лука грибам потому что грибы к луку это отличная комбинация здесь даже без сомнения так лук наш лук шалот здесь не репчатый был остаточек такой зеленый я перед не сильно рекомендовал они могут и погореть а вот этот хорошо запечется так вот базилика у нас сейчас нету своего балкона там все один у нас растет он еще не готов поэтому мы не будем класть базилик под моцареллу например мы сегодня используем вот эту моцареллу первый раз из пятерочки вот фелисита ну вот она как выглядит сейчас я покажу поцарелла как моцарелла в принципе так потом вот наши помидоры я порезал их на кусочками сейчас не буду их давить вообще по правилам должны быть их кусочками вот таким если вы свежие помидоры используете для пиццы вместо соуса даже не обязательно потому что разрешено не только соус использовать для пиццы но и свежие помидоры особенно это актуально вот скоро будет лето и у кого там вырастут вкусные помидоры то с удовольствием можно использовать и теперь я нашу эту моцареллу разломаю на кусочки вот на такие помидоры вот эти от пятерочки медовые сладкие я бы рекомендовал их конечно они по цене не такие уж дешевые где-то около двести пятидесяти рублей но вкус можно сказать что на уровне сан-марцана этот помидоры которые используются оригинально в такой и что у нас еще осталось и последний конечно штришок это мы брызгаем нашим маслом без масла как бы нельзя потому что обязательно для пиццы нужно сбрызгивать маслом также я нашу корочку сбрызгиваю на нашей корочки имеется крупка вот это симола сейчас я покажу если люди не знакомы от которые делают макароны пасту вот но у нас здесь итальянская она хорошо даст жар так все я положил нашу пиццу ну или даже не сколько пиццу чашу с пиццей вот она уже готова вот посмотрим как получится у нас пицца с мукой качественной для пиццы печенов для длительной ферментации тесто ну где-то готовилась под 40 часов если взять все расстойку и при комнатной температуре в холодильнике и само самую как бы в течение там минут 40 и и делать тесто но несколько руками делать а сколько ждать еще 30 минут после того как вы сделали первоначальное смешивание ну вот и скоро я дам полный рецепт на канале и надеюсь что вы тоже будете повторять такие шедевры ну а здесь я включу попробую даже в режиме пиццы вчера и в режиме духовки пробовал сегодня в режиме пиццы но здесь немножко духовку эту не нужно дополнительно прогревать как иногда духовки делаются но показывается что прогревается плюс камень вулканический здесь не требуется потому что здесь все и сделаны из алюминия которые нагреваются моментально только как вы включите кнопку он уже нагреется буквально там за несколько секунд и как бы прогрев здесь он стабилен один и тот же поэтому как бы и программа она рассчитана что вы кладете пиццу и она сама поддерживает температуру которая нужна для наилучшего выпекания этой пиццы вот еще раз посмотрите что как у нас выглядит красиво но как бы какая рекомендация если есть возможность более длительной ферментации всегда и воспользуйтесь потому что тесто будет вкуснее мягче и полезнее для желудка вот у нас прошло уже вот из 17 минут из 23 минут 13 минут и все уже поднялось как бы стабилизировалась потому что если вы раньше откроете духовку то вас тесто может упасть вот у нас получилась красивая это моцарелла филисити в принципе неплохо растеклась но чтобы закрыть нам эту красоту и не подпалить нашу моцареллу я еще добавлю такой сервелат он нам даст и калорий побольше и закроет нашу вот эту красоту что мы не пережарим наш сыр на борта мы не будем класть можно и сюда уже остатки я доделаю все красиво должно получиться обратно напомню здесь 200 в тесте 270 грамм муки здесь половина от этой муки и и 216 грамм воды но можно немножко округлять там то есть получается чистая гидротация 80 процентов она по сути дела не требует сильно замеса потому что при такой влажности у вас мука уже почти плавает в воде но тем не менее тесто получается хорошая с такой гидротацией так вот я вытянул наше тесто можете поспешил потому что борт упал в два раза может не надо было открывать мою духовку или я добавил колбасы соответственно влаги увеличилась но потому что здесь и так влаги было 80 процентов тесте но тем не менее можем сейчас протестировать она сейчас у нас получилось не неаполитанская нью-йоркской какой же по сочности на там уже вся в соку и даже борт нечего смотреть посмотрю в принципе его как бы и не сильно он есть так что не рекомендую вам дрожжи лента особенно при длительной ферментации то есть они не справляются хотя все другие варианты с этой мукой печенок для пиццы длительной ферментации с дрожжами капуто были удачными но здесь посмотрите разницу между теми и теми дрожжами это шоу тебе это пицца 36 часов ферментации 80 процентов гидротации вот не доели тебе решили принести кусочек а банку покажи да это от квашеной капусты интересно я думаю ему понравится ну пусть попробует